Шейх, сделайте насиха студентам из Мисра. Пусть Аллах воздаст вам благом, шейх. Мы любим вас ради Аллаха. Братья мои, студенты из Мисра, из Саудовской Аравии и других стран, и даже из Кавказа, не теряйте зря времени изучать религию Аллаха Субханула Та'алла всесторонне, зацикливая одной наукой, многое не пропускайте. Изучайте свою религию и доносите его до людей должным образом. Знаете, это путь нелегкий путь. Очень трудно. Можете голод почувствовать, трудности. Очень много препятствий этой дороге. После этого еще больше препятствий. Может, тебе придется оставить свою родину, оставить своих близких, уехать. Если ты будешь должным образом распространять религию Аллаха Субханула Та'алла, если ты думаешь, легко знание получу, и потом так же легко ее распространять буду, ты ошибаешься. Если ты будешь истину говорить, если ты будешь, как есть религию Аллаха, преподнести, тебя так легко не будет. Очень много трудностей встречается на дороге с студентом, когда будешь, когда после этого, когда дааватом будешь заниматься, из-за этого приготовь к этому, приготовь себя к этой дороге, читай история ученых, четырех имамов и других ученых, как они старались, как они читали, как они время не теряли, делаю насыщение каждому студенту. Покупать две книги Абдул-Фаттах Абу-Гудда. Один из книг «Киматуз-Заман Эндаль-Улема». Цена времени у ученых. Одна книга, вторая книга «Сафахат Минсабрил-Улема». Страницы от терпения ученых. Он собрал там, как терпели ученые, какие трудносты они вбили. И другом собрал он, как ученые старались не терять время. Мы знаем, некоторые ученые быстро писали, быстро ходили, быстро кушали. Для чего? Чтобы зря время не терять. Долго писать, долго кушать, чтобы время не терять. Некоторые даже, когда сами в туалет заходили, громко читали, застарились улицы, чтобы туалеты даже время, чтобы зря не проходило. Некоторые сухарики бросая в воду, их пили быстро, чтобы проглотить, чтобы кушать, жевать, время, чтобы не проходило. Так старались время, чтобы не терять. И постепенно поднимайтесь по знаниям. Не прыгайте сразу сверху, начиная сразу спорить с кем-то. Нет. Потихоньку начиная арабский язык, потом грамматика, по ступеням знания поднимайтесь. И знайте, время большое нужно для знаний. Берите себе ученого, постоянного, который будет советовать с ним дальше, что прочитать, какую дорогу тебе покажет, которую ты не понимаешь книги или какое-то масло, что спрашивать. Это коротко. Чего я могу вам посоветовать. Жиза кумулаху хайран.